Время новостей в городе 512. Миша, готов? Готов. Глава управления внутренней безопасности милиции Украины в Одесской области КТ, внимание, я прошу прощения, если я неправильно произнесу фамилию, Мчедлишвили, переоделся в человека бомжеватого вида и решил в таком обличии зайти в первый попавшийся в райотдел. То есть, ты представляешь, кто? Какой человек? Зайдя в дежурную часть, он начал жалобно рассказывать, что у него украли паспорт. И он хочет подать заявление. Понятно, что его хотели оттуда прогнать, но в какой-то момент обнаглевший бомж КТ, предчувствуя, что дежурный вот-вот его выставил, достал удостоверение и представился. Самое интересное началось потом. После разоблачения милиционеры испугались и убежали с рабочего места. Пошли бомжевать. Причем, на самом деле, у него паспорт не украли, но они его нашли. Еще нашли кучу вещей, которые тоже у него не украли. На всякий случай. Принесли, отдали. Вот такой вот одесский КТ. Мне кажется, нужно перенимать практику и делать это в Николаеве. Будет прикольно. Начнут работать гораздо эффективнее. Дальше. Дальше больше. В Киеве еще интереснее. В Киеве сотрудник милиции по запаху нашел офис, в котором торговали наркотиками. Во время обхода территории милиционер у подъезда дома почувствовал специфический запах. Знакомый. Это не я сказала. Который шел из офиса, расположенного на первом этаже. В помещении сняла семейная пара, которая якобы открыла салон по продаже видеотехники для охранных структур. Там изъяли уже при обыске 10 килограммов растений зеленого цвета и еще что-то там. Ну вот как-то так. Интересно. Работают милиционеры в Киеве по запаху, включают рецепторы не только глаза. А я тебе объясню, почему они так делают. Это все из-за того, что появилась конкуренция. Вот пошла речь о новой полиции. Артем не тут. Пошла речь о новой полиции и, соответственно, они почувствовали конкуренцию. И у них чудным образом открылись новые способности. Знаешь, как в фильме «Область тьмы» мозг начал работать на 100%. Да, или как «Шесть чувств», помнишь, тоже в фильме. Да, а представляешь, какие у них дополнительные, собственно, скоро будут по ощупь находить оружие на расстоянии. Они могут сидеть даже в офисе и сразу там то произошло, там это. Видеть на большие расстояния, как нарушают, как на красный свет едут. А тем временем в Николаевской области происходило следующее. Житель Николаевщины, а именно Снегиревки, в своем доме оборудовал мини-завод для производства самогона в промышленных масштабах. Что самое интересное, он не по литрам продавал, он сразу по 100 литрам. Ты знаешь, я сейчас догадываюсь, что дальше. И, собственно, этого человека поймал милиционера из Киева. По запаху. А он при чем говорит, смотрите, в Снегиревке есть человечек, проверьте, пожалуйста, что-то мне нюх подсказывает. Да, может быть. В России тоже весело веселяться. В селе Малое Перекопское, Сартовской области Российской Федерации, уже неделю продолжается праздник. Неделю назад на федеральной трассе М-10 рядом с деревней перевернулась фура с водкой. Это вот это вот ничего, и на нашей улице будет праздник. Вот эта пословица как раз хорошо иллюстрирует. Собственно, новая дата в календаре появилась. Это что отмечать надо? Это фурный переворот называется. Вынесли государственный праздник. Как минимум в Малом Перекопском. Теперь оно даже называется Малая Перевернутая. Фура Перекопс. Стоило новости о перевернутой фуре с водкой попасть в местные новости, как у Малой Перекопной со всей области устремились люди. Дальние родственники, старые знакомые, которые говорят, годами носа не показывали, а теперь прибыли туда, где нынче праздник. Каждый день в деревню к водке Блуж-Саратов. Это на самом деле ты не придумала? Это реально сейчас длится фестиваль. В Италии тоже весело. Уборщики Центра современного искусства Музеон в итальянском городе Бальцана по ошибке уничтожили выставку. Они приняли представленные мне экспонаты, это последствия вечеринки. По информации одного из интернет-изданий, в ночь на субботу 24 октября на территории собственного музея происходило торжественное мероприятие. Персонал, который занимается уборкой, заступил на смену утром. В воскресенье. По прибытии на работу уборщики обнаружили разбросанные полупустые бутылки, окурки, конфетти и даже обувь, приметы и одежды. Конечно же, все они это увидели и привели в порядок. Но выяснилось, что хаос является не свидетельством бурной ночи, а выставкой современного искусства под названием «Мы собирались танцевать всю ночь». Экспозиция по задумке ее авторов отсылает зрителей к вечеринкам и бесчинствам итальянских политиков 80-х годов. Это классная отмазка. Они могут заявить, что это, собственно, я готовился. Ты знаешь, конечно, с выставка в Малоперекопске. Там все перевернуто. Что ж, друзья, это были новости в городе 512. Продолжаем двигаться дальше.